Возможно, вы уже объездили в Москву вдоль и воперек и знаете ее в совершенстве. Но в этом видео я предлагаю вам отправиться со мной в небольшое путешествие, в котором мы взглянем на нее немного под другими углами. У меня в управлении сегодня Segway Ninebot с двумя батареями и общим зарядом на 40 километров. Приложение у меня открыто. Приложение показывает, что у меня сейчас на самокате, на моем заряда хватит на 36 километров. У меня на самокате три режима. Первый это экономный до 20 километров в час. Второй это стандартный 25 километров в час, максимальная скорость. И третий это 30 километров в час, спортивный режим. Я буду ехать на стандартном режиме с возможностью разгона до 25 километров, потому что на суперспорте больше расход энергии. Массовое распространение электросамокатов и внедрение их в городскую транспортную систему дало возможность людям не только перемещаться из пункта А в пункт Б, но также путешествовать по городу быстро и комфортно. У меня станция отправления метро Микинина. Отсюда отправляемся с вами. Куда отправляемся? Убийте. В Москве работает множество точек прокатов электросамокатов. Из наиболее популярных могу выделить Ю-Драйв, Дель-Самокат, Самокат Шеринг и Буш. Само же число этих электросамокатов одному богу известно, но источники говорят, что их более трех тысяч. Если по каким-либо причинам вы еще не готовы к использованию электросамоката, могу порекомендовать вам взять велосипед в аренду. В Москве действует более 600 станций проката велосипедов. Самих же велосипедов насчитывается около 6 тысяч. Друзья, наша первая точка – это Парк Победы и Поклонная гора. Именно здесь находится музей Великой Отечественной войны. Дальше выставка военной техники под открытым небом. Тут же, естественно, монумент Победы и памятник Георгию Победоносцу. Именно отсюда русские уходили на фронт. Интересно, что рядом с парком есть парковка, но на парковке ни одной машины. Открытие мемориального парка к 50-летию Победы состоялось 9 мая 1995 года. Рекомендую приехать сюда вечером, когда 1418 фонтанов парка подсвечиваются красным цветом. Также здесь есть аттракционы, фудкорты, пейзажные аллеи. На территории парка проходят выставки, фестивали и праздничные гуляния. Друзья, первый пункт на нашем маршруте пройден. Если вам интересны фоточки, которые я сделал в этом парке, заходите ко мне в инстаграм с мапси. Также линк будет в описании к видео. Также он есть по YouTube-канале, где шапочка. Заходите, смотрите фотки со всей этой поездки. Едем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут можно делать все. И кататься, и кушать, и валяться на траве, и в пруду плавать на лодке, правда. И танцевать сальсу. Ну или еще какие-то зажигательные танцули. После реконструкции парк Горького отвечает высоким мировым стандартам, являясь пространством для отдыха, творчества и спорта. Появились беговые шахматные клубы, летняя площадка «Трансформер», на которой можно поиграть в бадминтон, волейбол или пляжный футбол. Друзья, какой там устал. Нам электросамокаты заменили все возможные упражнения, бег, велосипед. Просто стоишь, даже обычный самокат, где надо отталкиваться ногой. Заменили любые всевозможные движения. Только надо периодически таскать по лестницам его вверх и вниз. На всей территории есть бесплатный Wi-Fi, розетки для зарядки гаджетов, комната матери и ребенка, медпункт и здание спортивного центра. Множество ресторанов на любой вкус. Все лестницы в парке оборудованы пандусами, что делает удобным передвижение на самокате или любом другом летнем транспорте. И вы покатались в парке. Если вам все это надоело, то вы просто берете и укатываете на своем двухколесном друге либо в сторону Храма Христа Спасителя. Дальше от Храма Христа Спасителя вы можете уехать на Красную площадь, либо вы укатываете в другую сторону, в сторону Воробьевых гор и МГУ. В общем, это, наверное, главная еще фишка парка Горького, что здесь мест для катания огромное количество. Намотать можно десятки километров. Едем дальше, друзья, едем дальше. Нас ждут новые достопримечательности. Номер три в нашем списке – это МГУ, университет и вся его территория, и, конечно же, Воробьевы горы. На английском нет не Sparrow Mountains, как некоторые могли бы подумать, а Воробьевы горы. Очень крутое место, как для катаний на велосипедах, так для катаний на самокатах, на роликах. Кто живет в Москве тут, конечно же, знает, кто живет в Москве и не был тут. Ну, ребята, к вам большой вопрос. Со смотровой площадки открывается вид на стадион Лужники, высотки Москва-Сити, Новодевичьи и Андреевские монастыри, Шуховскую башню и Москвореку. Это также знаковое место для сбора байкеров, автомобилистов. Здесь вид потрясающий на всю Москву. Канатная дорога, прям в Лужники. МГУ, Воробьевы горы. Обожаю. МГУ, Воробьевы горы. Этот комплекс является крупнейшим в Европе. И здесь, на стадионе, вмещающем 81 тысячу зрителей, мечтает выступать, конечно же, каждый, наверное, спортсмен. Здесь все залито асфальтом для катания просто идеально. Как на самокате, так и на велосипеде, так вообще на всем, что имеет несколько колес. А вот здесь, ребята, очень прикольная точка у стадиона. Я так понимаю, один из главных входов или выходов. А напротив, напротив, Воробьевы горы. Воробьевы горы и здание МГУ наверху. Очень классная. Там же набережная. Люди бегают и катаются. Сейчас здесь идут везде на территории реконструкции. Что-то устанавливают еще. И смотрите, что у нас здесь еще есть. Вот у нас вот эта вывеска показывает, значит, фестивальная площадь. Аквакомплекс Лужники налево, дворец спорта направо и малая арена, где я был, она справа. Так, ценник у нас получается взрослые. В зависимости от на неделе. 100, 150, 250, 50, 250, 450. Ребята, а время? У нас понедельник, время 4 часа открывается. У нас на часах 13.33. Ну, 2,5 часа мы ждать не будем. Если вы хотите перекусить, вот эта точка, которая вам нужна, потому что здесь фудмаркет и разная еда, лимонады, туалеты. Сюда смело отдохнуть, перекусить, набраться сил, покататься на канатной дороге. Все это здесь. А я прибыл в нашу пятую точку для катания. Это, конечно же, ВДНХ. Почему, конечно же? Ну, потому что это, наверное, одно из знаковых мест Москвы. Также самое часто посещаемое и супер популярное среди всех, кто катается на всем, чем угодно. Если у вас есть свое средство передвижения, супер. Если же нет, то вот сразу же велосипеды стоят. Также на территории есть куча пунктов проката. ВДНХ, она же выставка достижений народного хозяйства. Крупнейшее пространство международных деловых выставок, конгрессов, фестивалей и праздников. Вход абсолютно свободный. Пространство открыто круглосуточно. Тоже гигантская площадь для катания. Катания.